Чемпионат Владимирской области, завершение футбольного сезона в Петушках. Динамо-Петушки, лидер Киржайский район 3-1. Завершающаяся победа, команда уходит на зиму в хорошем настроении. Мы решили с Артёмом Николаевичем подвести итоги сезона. Как тебе сегодня игра, настроение? Ребята, казалось, вышли в хорошем настроении, да, многое получалось. И ребята, которые вышли на замену, тоже не ухудшили игру. Мне кажется, сегодня был ваш день. Спасибо за победу, за позавление. Ну, такого давления не было на нас. То, что уже по турнирной таблице ни выше, ни ниже мы не продвигались. Поэтому ребята вышли, да, скрепощенные. И дали шанс сегодня, да, молодым пацанам. Вышли на замену и, в принципе, не подвели. Хорошо себя проявили. Вот, поэтому заслуженные победы, да, сегодня. Вернемся к началу сезона, когда ты пригласил меня посотрудничать с Динамо. Первая мысль, которая пришла мне в голову в том, что, ого, там зовут в команду, которая, по сути, наверное, середняк на наш чемпионат области. И мне показалось, что это наиболее интересный вариант, потому что это команда, которая будет кусать лидеров, так скажем, да, и которая будет проигрывать аутсайдерам, ну, терять очки. Вот, и это интересно, потому что команда непредсказуемая. Как сложился сезон, на твой взгляд? Потому что, на мой взгляд, ну, просто так и вышло. Наверное, не совсем с тобой соглашусь. Все-таки в прошлые сезоны брать мы дома тут и Купреева обыгрывали, и Грань, и Владимир. Вот, в этом году, ну, все тройки мы проиграли, и на выезде, и дома. Особо так покусаться, наверное, не удалось. Вот, а так, сезон, ну, обычный, тяжелый, как много... И хорошая серия у нас была, там, восемь игр мы не проигрывали. Вот, так и серия из поражений. Плюсы, минусы, конечно, они всегда есть. Вот, я думаю, все-таки, наверное, не совсем на своем месте мы. Если по игре брать, то, наверное, могли и должны быть быть чуть-чуть повыше. Ну, на что мы играли, конечно, в этом году, там и оказались. На твой взгляд, самый яркий, или, может быть, тройка ярких матчей команды, что запомнилось? Может, какие-то голы, какие-то матчи? Ну, первое, что в голову приходит, это матч в Александрове, наверное. Когда мы проигрывали 2-0, просто минут, наверное, за 20 до конца, и в целом, как бы, по игре, наверное, проигрывали. Вот, и так удалось стряпенуться, и ребята игру перевернули, там, на последней минуте забили. Вот, и победу одержали. Это первый матч. Второй, наверное, в Купреево. Вот, так тоже, наверное, было то, что были проблемы с составом. Приехали туда, так, ну, не совсем, так сказать, в боевом составе. Вот, и в целом дали бой, там, первый тайм, по-моему, 1-1 сыграли. Вот, там, где-то в конце, там, нас дожали. То есть, очень достойно смотрелись, и, по-моему, могли увезти оттуда очки. Ну, им два матча, вот этих. Замечательно. Хочется обратить внимание на молодежь, которую сегодня чествовали. Ну, по молодежному первенству это понятно, но вторая команда «Динамо» завоевала шанс выступать во второй группе. Какие у них перспективы, что скажешь. Больше за ними следить, как-то укреплять основную команду или как-то варьировать состав. Ну, у нас, как бы, вариантов других нет. Денег приглашать там кого-то у нас. Ребяков у нас нет, поэтому пытаемся вырастить своих. Даем шансы, там, и ребята, в принципе, в этом сезоне, да, их оправдали. И вторая команда, в принципе, успешно выступила в этом сезоне. И молодежь, вот, и уже много из них в первой команде привлекаются. Вот, конечно, на этом мы и надеемся, что со временем ребята будут играть ключевые, ключевые роли, так сказать, именно в первой команде. Потихоньку, вот, запасы из терпения, мы ждем их. В принципе, пока, как они себя показывают и какое у них отношение сделают. Рассчитываем на хорошее будущее, так сказать. А сегодня забил последний гол Савченко, это его дебют? Дебютный гол? Ну, гол дебютный, так он на поле выходил уже. Да, обычно у нас защитник, поэтому выпустили, в принципе, под обедом. А колишка молодец. Ожидают ли какие-то активности команду зимой? Будут ли какие-то выступления, там, по мини-футболу, может быть, и детские какие-то соревнования, что-то, как-то команда будет жить зимой? Ну, мы играем, да, но не во Владимире, но и в последнее время играем. На первенство Рехову Зуеву, в принципе, по сути, так же, у всей команды и играть. Вот, в том году, по-моему, второе место мы заняли в высшей линии. Ну, а по детям у меня, как обычно, там, загружно, кольцо, область и так далее. То есть, на много турниров, игорь. Так что, такая насыщенная, так сказать, зима будет. Поделись планами, мечтами, ожиданиями с будущего сезона. В идеале, конечно, я всегда хотел бы, чтобы играли местные ребята. Вот, опять, там, один, может быть, два, там, ребята со стороны, которые действительно, там, наверное, на голову все. Вот, а так, местные, и в этом году такие посылки были, в принципе, себя неплохо проявляли. И хотелось бы, конечно, уже на следующий год, там, и за пятерку, так сказать, минимум бороться. Я считаю, что мы можем это сделать. Вот, у нас уровень, так сказать, игроков позволяет нам это делать. Вот, так, то есть, местные пацаны, именно на ключевых ролях, а, там, может быть, парочку, опять, ребят, там, со стороны, как, например, Игорь Пантелеев у нас в этом году играл, и Дима Колдаев, по сути, вот, два человека. И так же, ну, и буду ждать, чтобы ребята уже молодые брали на себя вот эти, показывали лидерские качества, не просто там, вот, подыгрывали, а уже брали на себя вот ответственность. Вот, и по потенциалу, я говорю, мы можем, там, бороться за пятерку, да даже где-то, может быть, за тройку. По-тренерски, можешь ли кого-то из ребят отметить прогресс какой-то, может быть, ты увидел за сезон у кого-то особенно яркий? Ну, из молодых, да, то есть, Вячеслав Клопов, в принципе, и Кирилл Палохин уже застолбили, так, за собой именно место в основном составе. Если там в прошлом году где-то играли, где-то не играли, то в этом году прям, ну, были на ключевых, так сказать, ролях. Ну, а остальные, в принципе, там, Игорь Пантелеев, понятно, но я, этого от него мы и ждали, мы его качество знали, то, что для него, там, он, по-моему, 19 забил. Вот, сейчас бубнил на меня, потому что я его поменял и не дал забить 20-й. Я что-то запамятовал об этом. Ну, поэтому остальные, в принципе, ниже своих возможностей никто не сыграл. Вот. У молодых, наверное, двоих, да, Палохин, слава Богу. Хорошо, традиционное, болельщикам слово. Ну, каждый раз, конечно, они, каждый сезон нас удивляет. Вот, в этом году, по-моему, они были вообще на всех выездных у нас матчах. Я думаю, это одни, одни в области. Ну, причем, что они из команды, они сами добираются. Мы в прошлый выезд приехали в Иванище, они, как мы там, как-то с 6 утра, что ли, как-то сами на перекладных каких-то добрались. Вот, поэтому огромное, конечно, им спасибо. Мы всегда чувствуем эту поддержку, даже сегодня, там, не сегодня, в принципе, перед каждой игрой я говорю, что, блин, надо ребят отблагодарить. Они за нами по всей области катаются, нас поддерживают. Мы спустя рукава не имеем право просто выходить в какую-то игру, играть даже, если она там не имеет турнирного значения. Болельщикам, ну, спасибо. Они, наверное, расстраиваются, может быть, за результаты. Обещаю, что мы будем улучшать, так сказать, качество нашей игры, чтобы больше у них было именно позитивных моментов. Ну, и на этой ноте хочется пожелать Динамо сохранить свой динамовский дух, стабилизировать игру и в следующем сезоне радовать только победами. Спасибо, Артем. Поздравляю с завершением сезона. Спасибо. 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 Спасибо.